Здравствуйте! Вы смотрите новости на городском телеканале ЮТВ. О самых важных и интересных событиях этого дня расскажу вам я, Валерия Шарова, и мои коллеги. Перейдем к главным темам выпуска. Улицу Уральскую отремонтируют за 203 миллиона рублей. В Оренбурге почтили память Юрия Гагарина. Что думают оренбуржцы по поводу изоляции Рунета? В Сорочинске открылся офис компании Уфанет. Об этих и других новостях более подробно далее в выпуске. В Оренбурге наледь с крыши пробила козырек у подъезда. Инцидент произошел в соляном переулке. Наледь упала с дома номер 20. Как сообщает Эхо Москвы в Оренбурге, ее начали убирать еще на прошлой неделе, но не закончили. Мы позвонили управляющую компанию этого дома. Прокомментировать происшествие по телефону нам отказались и бросили трубку. Во время съемок к нам подошел главный инженер управляющей компании и рассказал, что наледь специально убирали. Но во время падения она задела козырек. Место предварительно было ограждено сигнальной лентой. Напомним, из-за схода снега с крыши в Оренбурге на улице Пролетарской было повреждено несколько автомобилей. На прошлой неделе наледь упала на крыльцо супермаркета, а в феврале снег свалился на голову женщины с торгового дома. Администрация города объявила конкурс на выбор подрядчика для ремонта дороги по улице Уральской. Об этом сообщает Урал56. Стоимость работы составит 203 миллиона рублей. Каждый год автомобилисты жалуются на состояние дороги, которое ведет к садовым участкам и детским лагерям. Длина улицы Уральской от Чекалова составляет более трех километров. Чем дальше, тем дорожные покрытия хуже. Но именно эта часть дороги не будет ремонтироваться. На сайте госзакупок указано, что реконструкция улицы пройдет до нового микрорайона Дубки. Предполагается, что расширят дорогу до четырех полос, установят тротуар и ливневую систему. Стоимость работ составит 203 миллиона рублей. Подрядчику необходимо закончить работы до 31 октября этого года. Сам акцион пройдет 21 марта. В правительстве области объявили, что будут бороться с теневым бизнесом. Делать это планируют путем совершенствования программ господдержки. До 2024 года в связи с указом президента для решения экономических проблем будут предпринимать комплексные решения. Планируют увеличить производительность труда на несырьевых производствах, работать с новыми технологиями и производство конкурентоспособных отраслей. Мы должны показать в первую очередь в развитии промышленности увеличение несырьевого экспорта и более чем в полтора раза должно быть увеличение его за 6 лет. Задачи поставлены по увеличению роста производительности труда и популяризации малого и среднего бизнеса. Для достижения этих целей мы создали областной фонд развития промышленности. Сегодня находятся в окончательной стадии оформления документов по программам выдачи уже займов. Прежде всего это будут займы. Ставка будет от 1 до 5 процентов для промышленных предприятий на срок реализации до 5 лет. В поддержку производительности труда в феврале студентам ОГУ был создан проект «Бережливое производство», который связан не только с экономией за отрат, но и с самой технологией. То есть из каких материалов, из чего мы производим ту или иную продукцию, какими инструментами. Понятно, что в первую очередь мы начинаем с промышленности, затем сфера деятельности это будет строительство и сельское хозяйство вовлечены. С этого года максимальный размер микрозайма для предпринимателей увеличен с 3 до 5 миллионов рублей. Они выдаются гарантийным фондам в среднем от 8,5 до 9,5 процентов. Все изменения должны сократить количество теневых фирм за счет улучшения условий. В Оренбурге почтили память Юрия Гагарина. Первому космонавту страны в этом году исполнилось бы 85 лет. В этот день вспомнили и то, чем наш город гордится в отношении Гагарина, и то, что вызывает много вопросов у горожан. Подробнее в материале. Возложение цветов возле памятника Гагарину прошло практически по одному сценарию с подобным событием возле Вечного огня на 9 мая. В первом ряду губернатор, далее его замы, главы муниципалитетов, депутаты. Прошел даже небольшой марш кадетов и военнослужащих. Только вот если на 9 мая губернатор подходит к журналистам, дабы ответить на вопросы, то в этот раз никто из власти к камерам не вышел. Скорее всего потому, что в этот день не удалось бы избежать вопроса, на который пока нет четкого ответа ни у губернатора, ни у его команды. Вопрос про ту самую ледку, где учился человек, которому возлагаются цветы. Напомню, что здание пережило несколько пожаров. Крыша во многих секциях обвалилась, о чем свидетельствуют фотографии. Да и в общем, облик училища не похож на памятник исторического наследия, коим он является. Единственный, кто поговорил с журналистами, был однокурсник Юрий Алексеевич Анатолий Быков. Но, судя по его словам, он уже смирился с потерей своего второго дома. Однако с этим не смирились другие. В прошлом месяце в Оренбурге проходил митинг в поддержку гагаринской ледки, где депутаты оппозиционных партий призывали власть взять ситуацию под контроль. А буквально на прошедших выходных, одновременно с возложением цветов к памятнику Гагарина, Роскосмос дал повод верить сохранение здания. На официальном сайте ведомства с пометкой «Главное», как пишет 56 ОРБ, опубликовали инициативу оренбургского блогера создать новый офис компании на Советской-1. Сопровождающих комментариев от Роскосмоса не последовало, просто текст письма Андрея Лысенко. Но многие СМИ в Оренбурге уверены, что это хороший знак. Алексей Чернов, Олег Николаев, городской телеканал ЮТВ. В эти выходные в Москве прошел митинг за свободный интернет. Акция была посвящена закону о суверенном интернете, который приняли в первом чтении. Напомним, депутаты Госдумы выдвинули инициативы о создании маршрутизации интернет-трафика. Это должно обеспечить надежную работу российской части глобальной сети в случае сбоев за пределами России и кибератак с Западом. Предполагается, что на изоляцию российского сегмента интернета потребуется 20 миллионов рублей. На митинг против законопроекта по данным полиции пришло 6,5 тысяч человек. Однако активисты утверждают, что через рамки металлоискателей прошли более 15 тысяч человек. Команда Телеграм, которую Роспотребнадзор пытается уже год заблокировать, считает, что власти с помощью этого закона планируют отрезать Россию от остального мира. После чего смогут заблокировать зарубежные социальные сети и мессенджеры. Мы спросили у оренбуржцев, как они относятся к изоляции Рунета. Открытая информация, мне кажется, это хорошо. Потому что, например, если сейчас интернет закроют, я не смогу смотреть, допустим, те же самые матчи NBA, которые не показывают у нас на телевидении. И я смотрю трансляции по интернету. Взарубежная информация качественнее. Вся информация, которую мы получаем, это иностранные источники, прежде всего. И, ну как мы, студенты медицинского вуза, для нас это очень важно. А так как информация будет закрыта, то и фильтрация будет, и некоторая информация будет искажена. Снова под железный занавес уйти. Ну то есть, ну как бы это, ну не нужно, я думаю. Наш университет тесно связан с, ну, Европой. И большинство знаний мы получаем как раз-таки оттуда. И если интернет закрывают, европейский, то и знаний, соответственно, станет меньше. И не будет такой связи между нашими университетами и зарубежными университетами. Были такие попытки, часто тормозили некоторые сайты. То есть, это как минимум доставляет неудобства для личного пользования в интернете. Ну и, естественно, это будет сужать наше представление о том, что будет происходить в мире. Будет, возможно, искажаться какая-то информация. В Сорочинске открылся офис компании Уфанет. Теперь местные жители смогут проконсультироваться и оплатить свои услуги в уютной обстановке. Подробнее в сюжете. Так начинается первый рабочий день в новом офисе компании Уфанет в Сорочинске. Здесь менеджеры компании принимают платежи, заключают договоры и консультируют. Свои услуги в городе компании предоставляют уже около месяца. Это интернет, телевидение и видеонаблюдение. Мы только узнали, да, вот буквально на днях заметили, что ездят очень красивые машины и везде-везде Уфанет. Поэтому заинтересовались, нас пригласили. Мы пришли и узнали полную информацию, чем занимается данная компания. Будем ждать, когда они подключат наши многоэтажки. Кто-то только ожидает подключения, а кто-то попал в число первых абонентов в городе. Михаил Юрьевич пользуется интернетом от Уфанета уже две недели. Был у меня интернет, глючи по страшному. Я в интернете играю, там выиграю. Нормально игры скачиваются. В день открытия офиса горожан ждали сладкие подарки и сувениры от компании. Все желающие могли оставить свой след в истории Уфанета и сфотографироваться с Катанетом. Теперь у меня дом есть и в Сорочинске. Мне очень нравится наш новый офис. Я надеюсь, что тут всегда будет много народа. Абонентами Уфанета в Сорочинске можете стать и вы. Для этого нужно обратиться в офис и оставить заявку. Также вы можете это сделать, зайдя на наш сайт по вкладке «Город Сорочинске». Там также оставить заявку на подключение, либо в нашей группе ВКонтакте. Офис находится по адресу Чапаева, 25, и работает с понедельника по пятницу с 9 до 6, без перерыва на обед. Валерия Шарова, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. В эти выходные в Оренбурге традиционно проводили зиму и встретили весну. Широкая Масленица прошла череду мероприятий по городу. Самое большое народное гуляние состоялось в Зуральной Роще, где побывали и наши корреспонденты. «Русские праздники, удаль молодая, Масленица, шляпки, да медовый спас, Вежда в небе тесна, а гормоль легкая, Пусть стоять на месте никому не дать, Пусть стоять на месте никому не дать». «Я очень благодарю всех наших горожан, что они нашли сегодня время, Пришли повеселиться вместе со всеми, отмечая широкую Масленицу. В этом году так случилось, что зима непроста и очень снежная. И, конечно, мне кажется, нужно сейчас уже проводить зиму и встретить широко, с распростертыми руками весну». Традиционная Масленица, несмотря на многие замечания о устарелости праздника, В очередной раз собрала на своих площадках большое количество народа. Настроение у всех было приподнятое. Здесь, возможно, повлияло то, что в этом году в одной неделе совпали и Масленица, и 8 марта. И дополнительный выходной стимулировал к веселью. А глава города еще и попросил прощения у горожан в преддверии прощенного воскресенья. «К власти всегда есть вопросы, вне зависимости от того, один день ты проработал или 10 лет. Поэтому прошу прощения у горожан, что было не так за эти два с половиной месяца. «Простите меня, люди добрые, будем исправлять свои ошибки». Инициатива мэра нам понравилась, и мы решили узнать у оренбургцев, а кто еще, по их мнению, должен просить прощения. «Даже не скажу. Если начинать политическую тему, это может не закончиться. Кто перед кем должен извиняться? Перед оренбургцами губернатор нашей области». «Это сложный вопрос политический, не буду отвечать». «Среди сложившейся ситуации в этом году со снегом, я думаю, что наши местные власти». Многие не захотели рассуждать на данную тему. Зато на вопрос, у кого бы вы попросили прощения, быстро отвечали про друзей, родных и близких. Алексей Чернов, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ. Росстат опубликовал данные, по которым средняя зарплата медицинских работников Магаданской области составила 140 тысяч рублей. Однако с такой статистикой сами медики не согласны. В реальном положении дел магаданских врачей разбирался наш гость из Сербии Мирка Здравич. В рубрике «Из России с любовью». Здраво, меня зовут Мирка Здравич. Буквально на прошлой неделе Росстат опубликовал стат данные, по которым медики Магаданской области оказались на четвертом месте среди всех регионов России по уровню зарплат. И средняя зарплата медика там составляет 143 тысячи рублей. Вот только магаданские медики очень были удивлены такой статистикой. По их словам, 130-140 тысяч рублей на Колыме может заработать только врач, работающий сразу на три ставки. На одной ставке даже квалифицированный медик может рассчитывать максимум на 50-60 тысяч. Жаль, только жизнь одна. Было у меня их три, три в зарплат получал бы. Правда, там практически все медики действительно вынуждены работать на две ставки. Поскольку выжить на одну практически невозможно. Ставка УЗИ врача минус подоходный со всеми надбавками бесплатных услуг при 6,5-часовом рабочем дне – это около 40 тысяч рублей. Пишет издание Такие Дела.ком, ссылаясь на слова одного из врачей. Не все так плохо, и... Если кто-то подумал, что 40 тысяч рублей – неплохая зарплата, то как вам помидорчики за 700 рублей и бутылочка йогурта за две сотни? В Магаданской области это обычное дело. Идите вы в баню с вашими ценами! Впрочем, быть медиком там бывает не так уж плохо. Вот, например, не так давно в Сусманской районной болице на полсотни коек у главного врача выявили пять заместителей. Так что, если говорить о средней зарплате медика, то, может, так оно и есть. Один ест мясо, другой – капуста, а в среднем мы едим голубцы. Мясо – вредный продукт! Вот капуста – отлично! Варву! До скорых встреч! На этом у меня все. Еще больше новостей смотрите на нашем сайте utv.ru или через мобильное приложение UFANET TV. Если у вас возникли вопросы, звоните по номеру 09388. С вами была Валерия Шарова. Всего вам доброго! Оставайтесь на UTV! Субтитры подогнал «Симон»!